Паша, скажи, пожалуйста, не секрет же, что сейчас на рынке просто колоссальное количество антифризов, которые сделаны не на Мэгги, а сделаны на чем придется, скажем так, кто-то, что гораст. Расскажи, пожалуйста, вкратце об основных компонентах, которые используют для… Ну, это фактически поддельные. Дешевые, поддельные, контрафактные. Вот тут я тебе готов возразить, что мы подразумеваем под словом контрафакт и подделка. Ну, это неправильно. Абсолютно верно, да. Неправильно слово немножко. Здесь я чуть-чуть с твоего разрешения… Просто давай это все переводим, переводим, переводим назад, просто дешевый антифризм. Дешевый антифризм. Просто дешевый антифризм. Ну, для удешевления, как правило, у нас что используется? Либо это спирты одноатомные. У них проблема какая, что температура кипения у них меньше 100 градусов, даже меньше 90 градусов. И, соответственно, в процессе эксплуатации они улетучиваются, испаряются фактически. И даже если изначально метиловые спирты, они, допустим, сделаны были на минус 40, да, то через полгода там процессы эксплуатации, там останется минус 30, минус 25, там, ну, в зависимости от условий, да, при которых ты эксплуатируешь. На самом деле, можно, да, такие антифризы использовать, если туда добавлять антикоррозионный пакет присадок. В принципе, да, то есть, ну, будет не очень хорошо, но не критично. Здесь больше пугает, на самом деле, наличие солевых антифризов. Вот здесь гораздо страшнее. Почему? То есть, еще они, как правило, идут с спиртовыми, да, с вот этими одноатомными спиртами в составе, в связке. Почему? Потому что необходимо повысить плотность жидкости. Зачем повышать плотность жидкости? Чтобы научно-бытовые приборы, как я их называю, то есть, ариометр для измерения плотности электролита, есть такой у нас до сих пор прибор, который люди, особенно на авторынках, измеряют, да, и рефрактометр, да, чтобы они показывали очень хорошие значения, большие. То есть, чем выше плотность, тем ниже будет температура начала кристаллизации. Что это добавляет? Соль, да. То есть, из-за этого огромная плотность, но минус какой? Соль, какими бы ты ингибиторами коррозии не пытался ее нивелировать, она очень агрессивная, то есть, она вот прям-таки сжирает металл прям мощно, причем в достаточно короткие промежутки времени, да. И здесь вот это больше страшно, чем метил. Но у метила есть одна особенность, он запрещен в использовании при производстве охлаждающих жидкостей, да, на законодательном уровне, то есть, это один из немногих запретов, да, которые регулируются у нас государством. И там очень огромные штрафы, если вас вдруг поймают. И третий момент, который был раньше, да, это добавление глицерина. Но сейчас он ушел, раньше глицерин был дешевле монотелингликоля, да, и его добавляли. Также, опять-таки, чтобы повысить плотность. Фактически он, соль и глицерин, они для одной и той же цели ушел. Да, да, но глицерин, по крайней мере, он подвергался коррекции за счет ингибиторов коррозии. И был не таким агрессивным? Абсолютно верно. Более того, некоторые американские производители, в частности, да, тот же там Тексик или Волвалайн, они, допустим, смотришь их, да, техническую документацию, то есть, они пишут, там, монотелингликоль такой процент, вода такой процент, глицерин до 5%. То есть, они его добавляют. Это вполне нормальное явление, и, в принципе, он не так страшен, да, в небольших количествах. А вот, как у нас это использовалось, да, то есть, вода, монотелингликоль, глицерин и все, без присадок. Вот, смотрите, тоже интересный момент такой, да, рефрактометр. То есть, рефрактометр, он показывает правильную температуру заставания, начало кристаллизации кристаллизации, вернее, только в том случае, если он сделан на МЭГе. Ну, поправлю тебя немножко. Рефрактометры, на самом деле, бывают двух типов. Вот, как раз-таки, американского типа и японского типа. Американский рефрактометр, он, как раз-таки, рассчитан на охлаждающие жидкости с добавлением глицерина, то есть, у них немножко повыше плотность. А японские, они рассчитаны на монотелингликоль и воду, про которую ты говоришь. Давай попроще, давай с Алиэкспресса, который. Вот тут, как я в какой-то литературе прочитал, что делает брат Юань, под какой стандарт, даже не знает брат Юань. Слушай, они же калибруются, они калибруются дистиллированной водой, насколько я понимаю. Я вот калибровал конкретно рефрактометр, у меня даже видео было. Это не работает так? Ну, нет, конечно, это так не работает, я еще раз повторюсь. Я делал это зря, что ли? Нет, ты не делал это зря, наверное. То есть, ты же не знаешь, под какой у тебя стандарт. Если он у тебя под японский стандарт, окей, так можно сделать. Но и то, калибровка по воде, она все-таки не... Я к чему это говорю, к чему смотри, просто у меня очень резонный вопрос. Можно ли ему доверять? Нет, ну да, вот есть рефрактометр у человека, да, купленный на Алиэкспресс чаще всего. Чаще всего рефрактометры покупают именно там, либо там, ну, в магазине, который тоже продает их и покупает именно там. Они все одинаковые, ну, примерно, плюс-минус, да. Вот можно ли с помощью этого прибора, купив новый антифриз из своего магазина, новый бренда, проверить его на температуру и начало кристаллизации? Нельзя. Нет. Как можно сделать это? Только лаборатории. Можно ариометром проверить, не для измерения плотности электролита, можно померить плотность антифриза обычным ариометром, да, то есть по ГОСТу изготовленным, который покажет тебе плотность охлаждающей жидкости, то есть если ты уверен в качестве, да, например, ты знаешь, что это там ГОСТ, да, или там какой-то стандарт, как правило, плотность его будет в пределах от 1.065 кг на метр кубический до 1.085. Ну только в том случае, если он сделан на мыгне, а не на мыгне, а не на мыгне, а не на мыгне, а не на глиссалин. да абсолютно верно только так рефрактометр можно я скажу на самом деле это очень важная вещь чтобы люди понимали почему нельзя доверять помимо того что до разные стандарты дальше каждые полгода их необходимо калибровать каждые полгода официально в гости закреплено что рефрактометр имеет погрешность плюс минус 4 градуса это очень много то есть если у нас стандарт допустим 35 до жидко сделано 35 в принципе нормальная но от минус 37 как ты как люкси любят говорить да на самом деле это минус 36,4 градуса я потом объясню откуда взялась вот именно конкретно вот эта цифра и ты получаешь прибор у него погрешность 45 градусов то есть он тебя минус 36 и 4 а ты меришь то минус 31 и как бы ну уже не камильфо вроде минус 36,4 нормально минус 31 не очень а есть обратный момент например ты взял концентрат ты молодец для своей машины смешал его с водой смотришь на рефрактометр у тебя получилось минус 3 там допустим минус 41 ну и ладно да а по факту там минус 35 плюс минус поэтому здесь очень неточный прибор ариометр он более точно покажет он покажет плотность да то есть и на основании этой плотности ты можешь сделать вывод то есть если у тебя плотность 1065 минимальное значение то значит это охлаждающая жидкость ну плюс минус на минус 35 давай давай здесь по конкретнее например если мы проверяем с помощью ариометра минимальное значение какие через 1 1065-1085 в этих пределах в этих пределах жидкость от минус 35 до минус 40 записали все на трех да но здесь здесь да здесь еще надо понимать что плотность она очень сильно еще влияет от пакета присадок то есть например а ты делаешь охлаждающую жидкость на минус 40 и у тебя ну конкретно до минус 40 и у тебя плотность например может быть 1079 до а берешь например другой антифриз да он тоже на минус 40 лабораторно да но него плотность 1074 107 вот это как раз таки тоже показывает количество присадок плюс-минус то же самое с маслами масло само базовое масло застывает разные базовое масло застывает при разной температуре соответственно как бы это теперь еще зависит от самого базового масла который используется скажи пожалуйста есть какие-то способы проверенные простые которые могут обычные просто обуватели магазинов там продавцы не знаю владельцы магазинов с помощью которых можно проверить что антифриз где он на мэге а не на солевом растворе или на глицерине но я знаю что пробуют на язык на язык да пробуют но я бы конечно сильно не рекомендовал потому что надо понимать что монотелингликоль это ядовитое вещество 50 миллилитров это смертельная доза для человека не нужно этим злоупотреблять но на самом деле это действенный способ да то есть если мы проверили на соль да то есть во первых повезло что вы не наглотались ну да абсолютно верно но на самом деле тут надо понимать что если у тебя например глицерин и спирт допустим одноатомный да то есть глицерин он тоже сладковаткий ты разницы не почувствуешь да более того ты можешь например монотелингликоль спирт и воду смешать да то есть одноатомный спирт он тоже будет сладковатки сладковатый поэтому на вкус но можно только да там от соли но опять-таки я знаю производителей да в том числе импортных которые наоборот добавляют там небольшое небольшое там содержание солевых растворов как раз таки чтобы люди не употребляли внутрь поэтому здесь такой момент что ну короче говоря чтобы достоверно убедиться в том что теперь сделано мэгги лучше использовался но лаборатор но да на самом деле я так скажу ариометр он поможет тебе исключить большое количество некачественного продукта да вот такая вот простая штучка то есть если ты ариометр опускаешь он тебе показывает плотность допустимых пределах значит а с 95 процентов вероятности это у тебя хороший продукт паш срок службы охлаждачей жидкости каков он и но понятны что одно не фактор зависит но просто твое но не мое мнение да то есть здесь есть конкретные цифры если мы говорим про силикатные антифризы да то здесь три года или до 120 тысяч километров пробега ну мы сейчас говорим да для легкомоторной техники да если мы говорим про карбоксилатные антифризы да там они уже идут там уже от пяти лет до 250 тысяч километров пробега даже на некоторых новых автомобилях ты видел да что там например антифриз залить на весь срок службы ты знаешь как как это не смешно но у нас есть клиент некоторые которые меняют антифриз за раз в сезон или раз в год например каждый год есть какой-то смысл но если вы если у них допустим карбоксилатные антифризы то нет если силикатные ну наверно тоже нет наверное тоже нет потому что смысла в этом нету то есть присадки если нормальный качественный антифриз присадки работают основе да как таковой монотелекулеводей но ничего не случается расскажу про застывание антифризов но понятно что есть такая commerce . начала кристаллизации до чем отличается но соствования и вообще надо понять и продaires да но здесь все просто начало кристаллизации это именно образование первых кристаллов да то есть жидкость у нас абсолютно текучая здесь ничего страшного не происходит и как правило от температуры начала кристаллизации до температуры застывания производитель закладывают 45 градусов то есть поэтому вот эти минус 36 и 4 да в них ничего страшного а А что производитель указывает на этикетке? Начало кристаллизации? Нет, все по-разному на самом деле. Стандарта нет какого-то? Нет, стандарта никакого нет. А производитель обязан указывать, что это начало кристаллизации? Нет, здесь многие производители сейчас, чтобы в эти юридические оказии не попадать, про которые ты говоришь, сейчас просто пишут температуру окружающей среды, при которых можно использовать охлаждающую жидкость и все. Ну понятно, то есть завуалировано. Ну как, ну все просто, допустим, начало кристаллизации минус 35, он пишет, что использование охлаждающей жидкости от минус 40 до плюс 50. Ну вот это параметр начала кристаллизации, он должен указан обязательно быть в ТДС? В паспорте качества, да, в паспорте качества. Но здесь опять-таки, главное, чтобы в паспорте качества был именно параметр температуры начала кристаллизации. То есть здесь требования к паспорту качества, то есть какие там должны быть пункты параметры, никто не выдвигает. То есть ты можешь паспорт качества, условно говоря, выдать там с двумя, с тремя параметрами. Можешь, конечно, там быть молодцом. Такой интересный момент, вот по моему бренду пока пользуюсь вам метод, спрошу тебя. В Корее популярна температура, которая указывает на этикетке, минус 38. Ты знаешь, с чем это связано? Ну минус 37, наверное. Ну 38. Ну не знаю, относительно 38. Смотри, здесь на самом деле все просто. Концентрат охлаждающей жидкости при разбавлении с водой один к одному, он дает минус 36,4 градуса. То есть он не даст тебе никогда минус 40 и так далее. Почему минус 38? Ну не знаю. Может быть, маленькая. Как правило, я вижу на импортных антифризах минус 37. То есть эльф, тотал, матюль, в каком-то твоем видеоблоке ты, кстати, тоже минус 37 на корейский, по-моему, антифриз какой-то показывал. То есть это вот минус... Кия, антифриз, кия, по-моему. Наверное, да. То есть это вот как раз-таки разбавление концентратом один к одному. Пополам. Да. То есть поэтому здесь он умеет вот, либо минус 35 его обозначают, вот у нас в гости 15-го года в новом минус 36,4, да. А в Америке и Европе минус 37. Ну по факту это вот все один к одному разбавление концентрата с водой дистиллированной. Вопрос такой важный и вольной для всех сейчас, ну по маслам, по крайней мере, точно. Получение официальных допусков одновременей. Ну исключено, да. Особенно для импортных производителей, для отечественных там сколько угодно. А импортные все никак. Даже те производители, которые имели какие-то официальные допуски, да, разрешения, то есть все они аннулированы здесь как бы. Ни как. Даже, ну и тем более касается это крупных российских производителей. Ну естественно, естественно, да. То есть здесь они могут, да, там ограничиться фразой, да, там рекомендовано, да, но кем оно рекомендовано. То есть, как помнишь, да, там фу Тойота, фу Лексус, да, то есть какое-то масло рекомендуют заливать вот в эти машины. А когда делают стандартные анализы, например, по маслам делают, там МИДС ГСМ отправляют, да, и получают, там, ну, КИД-5, там, где все элементы распределены. Есть спектральный анализ, есть по пикам, что можно понять, из чего он сделан, собственно. Есть там содержание серы, содержание плотности и так далее. Вот по антифризам, какие анализы делают обычно? Ну вот, кто хочет проверить качество антифриза, да, что они делают? Ну, здесь, смотри, здесь все просто, смотря, куда он обращается. Если, допустим, он обратится в МИДС ГСМ, да, то там ему могут и на присадки разложить, да, там, и померить какое-то коррозионное воздействие, да. Но, опять-таки, под, как правило, импортные стандарты, да, там, под ГОСТы, ну, есть, но не так много. А если мы говорим про наши ЦСМ, да, Центры стандартизации метрологии, то они, как правило, могут вот померить по ГОСТу 28.084.89. То есть, все по старому советскому ГОСТу, все оборудование под тот ГОСТ заточено. И здесь тоже очень важный такой момент, да, например, если ты сдаешь, то есть ГОСТ, да, то есть он был прописан для ТАСОЛа, да, ТАСОЛ все-таки у нас можно отнести к классу, там, допустим, G11 антифризов, да. Если ты сдаешь туда там ТАСОЛ или G11 антифриз, он тебе выдаст параметры, что соответствует требованиям, да. А если ты сдашь туда, например, G12 или G12 плюс антифриз, то по некоторым показателям он может не соответствовать. И здесь у людей, как бы, начинается вопрос, а как, да, то есть почему, вы же говорите, что он самый лучший, почему он не соответствует. Да, тут надо понимать, что это стандарт не под эти антифризы. У нас сейчас действует ГОСТ 15-го года, да, новый ГОСТ. Там уже параметры, которые были исключительно для G11, да, они исключены, такой более размытый ГОСТ, но основным параметрам соответствует и все. То есть сейчас в тендерах, допустим, всех, когда раньше указывали ГОСТ 28084-89, да, были, ты, допустим, поставил туда хороший качественный карбоксилатный продукт, да. У них, ну, начались какие-то проблемы, ну, всякое бывает. Они сдают на анализы, оп, не соответствуют, да, там, ну, со всеми вытекающими. То есть сейчас уже в тендерах, ну, а есть производители, да, потребители, которые объявляют тендер, да, а им нужен именно 12 плюс для техники, для своей, да. А они вот в рамках вот этого ГОСТа, то есть они только его могут ухажать. Расскажи, кстати, про классификацию, вот, G12+, 12 плюс плюс. Ну, я же уже тебе говорил, это вот лабридные, мы же к ней... Не-не-не-не, а в чем разница между G12+, G12+, еще есть там, есть, по-моему, 3+, еще есть? Ну, 3+, это там уже... Самодеятельность? Да, какая-то самодеятельность. Ну, то есть если основная, да, там, G11, G12+, 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 G13, ну, как таковая, да. Просто иерархия так и расположена. Да, 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 да. То есть от G11 до G12+, основа у нас одна, это монотелингликоль и вода, это вот мы про смешивание, да, с тобой говорили. G11, здесь у них основное отличие, это как раз-таки по присадкам. То есть основная задача присадок, да, как мы с тобой выяснили, монотелингликоль, вода, кразионактивный состав, нужно эту коррозию сдерживать. Соответственно, G11, силикатные, да, они образуют слой, который препятствует распространению коррозии в первую очередь, да. А G12, они слой не образуют никакой. Ну, то есть образно говоря, там, G11, это 4% присадок, G12, 8%, ну, просто вот образно вооружаясь там, ну, нет? Нет, 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 нет. Количество присадок, да, то есть от основы, да, то есть если мы антифриз берем там за 100% как сам продукт, да, то есть у нас, допустим, 50% воды, да, там 47% монотелингликоля, 3% присадок. То есть это примерно во всех технологиях. Просто они работают по-разному. Я понял, то есть разные компоненты присадок. Да, да, то есть здесь разные компоненты присадок, они работают по-разному. А G13 мы с тобой... G13, да, мы не обговорили, здесь на самом деле штука прикольная, да, почему? Потому что монотелингликоль и вода, прошу прощения, монотелингликоль, это ядовитое вещество, да, попадая в окружающую среду, тоже большое негативное влияние оказывает. Поэтому в G13 именно в угоду экологии, да, то есть стали использовать пропиленгликоль. То есть, во-первых, для человека, да, он не убьёт, он вызовет сильное пищевое отравление. Для экологии тоже вреда наносит гораздо меньше, да, то есть, и поэтому... Поэтому, да, то есть в мире потихоньку начинают на G13 переходить. А его делают в России? Пропиленгликоль в России делают, но не в больших масштабах. Ну, всё равно делают, это уже какой-то есть положительный. Да, но в небольших масштабах в объёмах его делают. Ну, он не так востребован G13, в принципе, сейчас пока что ещё. Но он импортный, он не востребован почему? Потому что стоимость пропиленгликоли, она в 2-2,5 раза дороже, чем стоимость этиленгликоли. Соответственно, стоимость антифриза... Ну, примерно десятка стоила бы там 3 тысячи рублей, ну, примерно. Ну, плюс-минус, да, ну не 3 тысячи, ну 2, да, там, на птовая цена была бы, да. А он прописан на влогих автомобилях свежих в современном? Ну, как правило, только в АГовской группе там, да. В остальных нет, не сильно. А по своим свойствам, по большому счёту... Это G12+. То есть, по своей сути, это G12+. Просто более экологично, скажем так. Абсолютно верно, да. Менее агрессивный, там, ну, меньше агрессивный к... Причём, если мы будем сравнивать этиленгликоли... Его можно пить? Нет, его нельзя пить, это тоже плохо. Маленький путь. Ну, ладно. Этиленгликоль у него какой плюс? У него на самом деле гораздо лучше теплодача. То есть, он лучше в себя забирает тепло, чем пропиленгликоль. И здесь очень важный момент, почему? Потому что основная задача теплоносия, антифриза, да, это именно снимать тепло с головки блока цилиндра, да, чтобы двигатель у нас не перегревался. И здесь этиленгликолевый раствор лучше, да, справляются, чем пропиленгликолевый. Ну, это тоже миф такой известный. Я часто слышал такую тему, что G13, он по всем параметрам гораздо выше, хотя на самом деле это не так. Нет, это не так. Это просто G13 плюс в угоду экологии. Да, плюс, вот как раз таки мы с тобой говорили про начало кристаллизации, да, и про застывание. Вот при одинаковом начале кристаллизации пропиленгликольколь застонет быстрее тоже. Кстати, по этому, давайте тоже вопрос еще задам. Смотри, на МЭДе сделаны антифризы, когда начинает начало кристаллизации, и вот этот переходный момент до плюс 4 градуса, говоришь, минус, вероятно, до застывания, да, он становится более густым, становится как снег, там, что происходит? Ну, он уже начинает больше даже в лед превращаться такой, да, цельный, и может уже, когда у нас уже там свыше 5 градусов вот этих прошли, да, 6-7, он уже может реально... А что касается антифриза, который сделан на спиртах, на кислотах, на... Ну, на кислотах не делают антифризы, на соли, у них на самом деле тоже примерно то же самое, да, тем более, вот если мы говорим про метиловую... Я просто говорю косвенно, поэтому можно определить, что, например, перед вами сделан антифризом на... Нет, так ты косвенно не определишь, да. Это мой вопрос самый главный. Да, то есть ты так не определишь. Здесь, я говорю, вот, что касается подделки, только ариометр, вот я вот конкретно бытовым определить, то есть он стоит небольших денег, да, он там стоит до 500 рублей, хороший по ГОСТу, профессиональный, да, то есть... И ты можешь, да, там открыть банку, опустить там, или налить в какую-то ёмкость, опустить и всё. Рефрактометр не поможет. Я понял. А пробовать на язык, ну, отчасти, да, то есть... Выставлять на улицу, ждать морозов, ну, как бы, может быть уже поздно, да, то есть когда морозы настанут, когда к тебе уже сами будут люди приходить.